Приветствую! В этом видео мы разберемся с тем, кого лишат выплат ВПО с 1 сентября. Безусловно, государство занимается этим вопросом, и пани Верещук заявила о том, что 180 тысяч человек получают эти выплаты без надлежащих оснований. И уже принято постановление Кабинета Министров, которое регулирует этот вопрос, и именно его мы сейчас посмотрим и разберемся, кто не будет получать выплаты ВПО с 1 сентября. И вот мы смотрим с вами эту постанову, называется она «Деяки. Пытания Петрымка внутрешнего промещенных осип», и уже в названии заложена определенная ирония. Любит у нас государство иронизировать. Значительная часть текста данного постановления посвящена именно отмене выплат для ВПО, но называется постанова «Про пытания Петрымка ВПО». Ну, вот такая ирония. Итак, смотрим эту постанову, 709 номер у нее, я оставлю, естественно, ссылочку в описании, чтобы вы могли подробно ознакомиться с этим постановлением. И вот смотрим, здесь есть второй пункт, и как раз в нем указано, кому будет прекращена выплата ВПО с 1 сентября. И вот смотрим. Первый случай. ВПО придбало транспортный засип, что подлагает регистрации в установленном законодавством порядку, с року выпуску якого минуло меньше, как 5 роков. Соответственно, какой-то транспортный засип выпрет баллы, если он младше 5 лет, значит все, ВПО вам не положено. Здесь, к слову, вот посмотрите, если вас касается этот вопрос, здесь вот большой абзац такой идет, да, где исключения указаны. Обязательно посмотрите его. Второе основание для прекращения выплат. Внутришняя перемещена особа здесь ныла на сумму, что превышуя 100 тысяч гривень, купивлю. Ну и дальше идет перечень, чего там нужно купить, да, и туда попадает все. И движимое имущество, и недвижимое имущество. Ну и здесь в первую очередь, конечно же, вопрос идет о разовых покупках. И второй момент, ну ладно, да давайте здесь уже скажем, если кто-то из нас думал, что государство за нами не следит, то вот эта постанова как раз говорит о том, что следят. Вот вопрос у меня, а как вы узнаете, что я что-то купил? Ну вот купил я, например, айфон за 100 тысяч. Ну понятно вопрос, конечно, зачем человеку покупающему айфон за 100 тысяч нужда ВПО, но суть не в этом. А как вы узнаете, что я купил? А получается вы ж каким-то образом об этом узнаете? И вот мне интересно, каким? Дальше третий пункт из той же серии. Смотрите, ВПО мая на депозитному банковскому рахунку кошты у загальной суммы, что превышуя 100 тысяч гривен. Но при этом обратите внимание, 100 тысяч на банковском депозитном счете. То есть если у вас просто на карточке лежат эти деньги, то соответственно это не считается, это не является основанием для того, чтобы лишить вас ВПО. А вот именно если вы положили эти деньги на депозит, то могут лишить ВПО. И снова вопрос, а как вы об этом узнаете? То есть получается государство дает запрос в банки и банк информирует о том, у кого на депозите лежит 100 тысяч плюс. Далее четвертый пункт. Покупка валюты либо драгоценных металлов на сумму, которая превышает 100 тысяч гривен. Ну и речь идет о банковских металлах. Тоже вопрос, а как вы об этом узнаете? То есть что банки передают эти данные? Может, конечно, придуман другой способ узнать это. Пятый пункт. Если у ВПО есть в собственности жилье, которое находится на территориях, не включенных в перечень тех территорий, где идут боевые действия. То есть если, условно говоря, человек, живущий там в Купенске, имеет квартиру еще где-нибудь там в Киеве, то, соответственно, ему не полагается такая выплата, потому что ему есть где проживать. Из этого пункта тоже есть определенные исключения вот здесь на волонтеров и других лиц, поэтому обратите на это внимание. Ну а шестой и седьмой пункты касаются тех лиц, которые находятся в школах, интернатах, в детских домах и так далее. То есть это те люди, которые и так находятся на содержании государства, поэтому, в принципе, здесь есть определенная логика. И обратите внимание, в том случае, если вас лишили выплат в ВПО, но вы считаете, что оснований для этого не было, то обратите внимание, решение органу социального захиста населення может быть оскоржено до национальной социальной сервисной службы або в судовому порядку. То есть если вас лишили выплаты, но вы посмотрели эту постанову и видите, что не было на то оснований, данное решение может быть оскорено. Ну и перед тем, как разобраться с вопросом, а нужно ли будет возвращать деньги тем людям, которым лишили выплат ВПО, имеется в виду те деньги, которые они получали все это время, да, с момента введения военного положения. Я хочу вам напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Информации в нем гораздо больше и появляется она более оперативно, чем в ютуб-канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Чтобы разобраться с вопросом, нужно ли возвращать деньги, мы посмотрим снова ту же самую постанову. И вот здесь, в самом конце этой постанови, в третьем пункте написано, что выплатена до 1 серпня 2023 года допомога у разі виявления відповідностей и відомостей, что до внутрішньо перемещеної особи критерия, зазначеним у пунктах 1 и 2 цієї постанови, не підлягає відшкодуванню, крім внутрішньо переміщених осіб, яким допомога выплачена неправомірно. Что это значит? Это значит, что если вас лишили выплат, то все, что вы получали до этого, остается ваше. Вам не нужно эти деньги возвращать. Исключением является та ситуация, когда вам выплатили неправомірно. А что это значит? Ну, скорее всего, государство будет подходить каким образом? Если человек подал заявку, и при этом он не имел права на получение этих выплат, но вследствие ошибки государства ему выплатили, то нужно будет возвращать. Хотя, на самом деле, и там есть у меня вопросы, нужно ли будет возвращать эти деньги. Почему я думаю, что в этом случае не нужно будет возвращать эти деньги? Да потому что есть статья 12.15 Гражданского кодекса Украины, и она дает правовые основания человеку не возвращать эти выплаты. Но проблема в том, что по этой статье, да, по сути, человеку нужно будет в суде доказывать свое право не возвращать эти деньги. Но это вполне реально. Ссылочку на Гражданский кодекс я тоже оставлю в описании. На этом все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк и подпишитесь на мой канал. Там вы найдете еще массу полезных видео. Спасибо за субтитры.